Говорит город. Гость в студии. 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 которые на сегодняшний момент могли принимать участие где-то отдельно, в виде фестиваля, в виде какой-то концертной программы. В этом году мы собирали заявки. И на самом деле сегодня уже могу констатировать, что на площадке города будет порядка 8 фестивалей. Это, я считаю, достаточно для такого старта. И поэтому, если какие-то и будут погрешности, мы за два года отберем и отшлифуем качество. Я считаю, что у нас для этого есть время. А можно я вот немножко критиком выступлю, потому что последние несколько лет в Нижнем Новгороде, когда говоришь, что День России, день... Да не важно, 4 ноября очень часто. Сестра говорит, ну да, наверное, будут народные промыслы, да, как это обязательно в любом варианте. Но иногда еще из области подъезжают местные какие-то творческие коллективы на сцене, что-то там изображают. Ну и плюс-минус по тематике, да, там если День Победы, там техника военная можно будет посмотреть, там если День России, ну может быть с флагами, с триколорами пройдут. Нижегородцы, наверное, хотят уже каких-то действительно вещей, которые... Вот я, видимо, как молодое поколение, хочет что-то другое. Да, дайте праздника, да, хочется, вот будет ли. Да, во-первых, у нас будет молодежный фестиваль, да, мы в этом году объединили достаточно много молодежи под, да, в день празднования города. И у нас будет молодежный фестиваль со своей культурой, едой, музыкой, со своим кинофестивалем, да, определенным. Поэтому здесь мы дали им возможность какого-то, собственно, показать свое творчество горожанам и привлечь свою аудиторию. Это и фестиваль красок, он хоть и ежегодный, но он любимый молодежью. Мы также очень много мероприятий рассчитываем привлечь детей. Это фестиваль «Филин». Учитывая, что год российского кино, и мы не можем не поддержать эту акцию, и поэтому на площади Минина будет работать фестиваль «Филин». Детская интерактивная зона, где будут съемки о детях, будет дариться им в подарок собственные фильмы, их производство. Наконец-то у меня получилось реализовать идею, которую я, в общем-то, скажем так, обдумывала не один год. Это фестиваль елочной игрушки. Это удивительно. Новый год-то еще когда? Фестиваль звучит следующим образом. До Нового года всего полгода. И вы знаете, дети – это люди, которые, это детишки, мечтающие вообще о сказочности, о волшебстве. И поэтому они увидят в этом году Деда Мороза в летнем одеянии, который с ними будет играть. И они поймут, что Дед Мороз, он не только зимой, но и летом. И, в общем-то, на площадке будет представлено наше любимое уникальное предприятие «Рель», которое известно по всему миру. Будет роспись совместно с Дедом Морозом елочных игрушек, юбилейные цифры 795, дариться детям, эмоции, конкурсы, мастер-классы. Поэтому для детей, я вот знаете, вот даже уже сейчас представляю глаза детей, когда они увидят дом Деда Мороза и до Нового года всего полгода. То есть я считаю, что это даже сами эмоции. Дед Мороз и лето. Да, Дед Мороз и лето. Сочетаемые все-таки сочетаются у нас на площадке Нижнего Новгорода. Что по поводу площадок? Понятно, что самое главное – это будет площадь Минина и Пожарского. Главное – центральная. Но все-таки остальные районы, где тоже так или иначе есть площадки – Сормовский парк, да, Автозаводский парк, площадь Киселева, ну и так далее. Они будут придумывать какую-то свою программу или обязательно ехать в центр города для того, чтобы принять участие в дне рождения столицы Приволжья? Безусловно, каждый район представит горожанам свою программу. Мы поставить какие-то мероприятия в каждом районе не смогли в связи с ограниченностью бюджета. Мы не будем этого скрывать. Но несколько районов мы охватили. Во-первых, мы охватили мероприятием ретро-проездом автомобилей, да, он пройдет через все районы города. С 12 часов он будет стартовать и до 3 часов, в общем-то, обещает район останавливаться в зоне для фотографирования в свободном доступе. Второй момент – мы, естественно, фестиваль красок проходит у нас в районе города, соответственно, и Приокский парк, где будет представлен фестиваль. Учитывая, что сейчас разрабатывается концепция развития парков и скверов города, это очень важная тема для горожан. И принято решение, что каждый день города будут оставлять наследие горожанам в виде благоустроенных территорий, скверов и парков. Хорошо, вот это хорошо-то на самом деле. Вот это для тех, кто сейчас не понял, парк Приокский по старинке – парк Швейцария. Ну, по старинке можно. Да, да, да. И поэтому с участием жителей, детей, с участием ландшафтных структур будет высажена благоустроенная центральная площадка парка. И совместно, в общем-то, это социальный проект, значимый для горожан. Чем закончится день, мне хочется спросить. То есть за заканцовку хочешь? Потому что время ограничено, и хочу понять праздник, чем закончится, что будет вечером, какое будет наполнение по этой программе. Через все мероприятие мы, естественно, пытались, в общем-то, совместно с жителями города вспомнить историю города. И самый главный подарок горожанам будет 3D-мэппинг-шоу. Это уникальное световое шоу, которое будет проецироваться на здание университета педагогического, закрываться будет все здание. И 10 минут будет представлено историческое шоу, историю города, знаменитых людей города и события, которые нас ждут. Я не буду рассказывать все секреты, но вот то, что мы видели, уже сейчас контент специально создается для Нижнего Новгорода. Это, вы знаете, ну, у меня были мурашки. Если, вот, знаете, это такой подарок, это на самом деле и патриотическая тематика, и историческая, и культурная, и зрелищная. Поэтому это, наверное, один такой важный момент. Еще у нас будет хор 795 голосов, 795 детишек, которые запоют одновременно гимн России. Это патриотическая тематика, которая крайне важна. Это будет тоже очень важно. Певица любимая, наша землячка Натали, ну и, естественно, салют. Не боитесь салюта после того, что произошло в Дзержинске? Нет, потому что жители достойны качественного праздника. Из-за того, что где-то случилась трагедия, мы обязаны только усилить безопасность, создать все условия безопасности для горожан, но только улучшать и делать праздник достойным наших жителей. Ну что ж, даже я поверила, что праздник удастся. Что удастся, да, я вот тоже с критиками, сейчас вот это все скажем, сколько кому... А тут смотрите, какая хорошая вещь. Спасибо вам большое, Наталья Евгеньевна, что пришли к нам сюда. И все рассказали. Спасибо вам. В гостях у нас была департамент культуры, администрация Нижнего Новгорода Наталья Суханова. Ну и праздник не обойдется без НН-радио. На площади Минина и Пожарского на главной сцене будут выступать те коллективы, которые вот сейчас проходят отборочный этап в нашем эфире. Слушаем их внимательно с 16 до 16.30, далее заглядываем в контакт, голосуем, прозвучат лучшие голоса Нижнего Новгорода.